Ола, ола, друзья! Привет, привет, amigos! Очень важно! Также вы можете нам помочь в нашей программе, чтобы она была более популярной. Просто ставьте лайки, делитесь и подписывайтесь на этот канал YouTube. Итак, кто у нас сегодня в гостях? А кем tenemos hoy de invitados? Беланчелист, дирижер. Учился у таких замечательных, уникальных педагогов, беланчелистов, как Лорен Монро, Дэвид Сойер и Альдо Паризо. Он выступает на самых престижных мировых сценах, таких как Карнеги Холл, Ла Скала, Московский Большой Театр, Санкт-Петербургская филармония, Тайванский Национальный Зал, Театр Магадор и так далее, так далее. Записал более 100 альбомов. Организатор множества фестивалей по всему миру. Он выступает на филармонии, он выступает с Лорен Монро, Дэвид Сойер, Альдо Паризо. Он выступает на сценарии престижных мировых сценах, как Карнеги Холл, Театр Ла Скала, Театр Москва, Филармоника Санкт-Петербург, Театр Магадор, Тайванский Национальный Тайвань, так далее. Он выступает на более 100 альбомах. Он выступает на множество фестивалей по всему миру. Таким образом, мы будем приветствовать нашим приглашением сегодняшним приглашением, он, встречайте с вами, Дмитрий Яблоновский. Спасибо, Дмитрий. Привет, Дмитрий. Привет, Дмитрий. Encantado. Большое спасибо. Да, сегодня у нас есть приглашение, который говорит 7 языков. Так что вы можете написать вопросы в 7 языках. 5, 6, может быть, 7. Я не уверен. Наш сегодняшний гость, он говорит, ну, скромничает. Вроде бы где-то я читала, что на 7 языках, но наш гость говорит, что на 5, 6. Так что все равно вы можете задавать вопросы. 7 во сне, да. А, ну, нет, может быть, 7 на подходе. Ну, хорошо. Очень важно, чтобы те, кто нас слушает, пишите, пожалуйста, с каких стран вы подключаетесь. Это, на самом деле, очень интересно. Посмотреть, какая у нас география наших сегодняшних зрителей. Es muy importante и sería muy interesante que ustedes, nuestros espectadores, escriban de qué países os conectáis, porque es interesante ver la geografía de nuestro público, sobre todo para el día de hoy. И vamos empezar con las preguntas, porque yo sé que tengo muchísimas preguntas a nuestro invitado. Es un honor tremendo tener a Dmitry Iblonsky en este programa. Y, если честно, для меня это огромная, огромная честь tener такого гостя у себя, ну, в мини-студии. В мини-студии. Итак, Дмитрий, готовы? Начинаем? Готов. Все, идем вперед. Значит, обычно задаю вопрос о семье, но у меня сегодня мы это оставим, потому что у вас очень много написано в интернете, кто захочет, то почитай. Normalmente, siempre empiezo con las preguntas relacionadas con la familia, pero sobre Dmitry han escrito muchísimas artículos interesantes, así que los que quieran, pueden leer. Así que mi pregunta es un poquito diferente. Вы замечательный и известнейший violончелист и дирижер. Если оглянуться в прошлое, можно ли представить себе, что вы выбрали не музыкальную карьеру, связанную с violончели, а что-то другое, связались бы свою жизнь с чем-то другим? Устей es un reconocido músico en ámbito como violончелист и director de orquesta. Si mirando hacia atrás en el tiempo, то есть, возможно, но и imaginativamente, что не hubiese empezado свою карьеру как violончелист, но с другой профессион. Рассказывали español о русском. Как хотите. Как вам удобно. В эту эпоху, я думаю, когда в Советском Союзе, это был 68 год, когда мне было 6 лет, было очень престижно быть музыкантом, и вся моя семья была музыкальная, и это было, само собой разумеется, что я буду заниматься музыкой, поэтому, когда мне было 6 лет, выбора особенно не было. Потом, может быть, как-то, но я думаю, что нет, человек должен заниматься музыкой, если он без этого не может жить. В принципе, это нормально. Это, в принципе, нормально. Но у каждого свой повод разный. Я думаю, что в протяжении своей жизни каждые 2-3 часа я хотел бросить музыку, как и все. Поэтому, да, знаете, музыканты говорят о деньгах, банкир говорят о музыке. Поэтому, да, это очень сложный вопрос, потому что разное время, ты разный человек, тебе 15, 18, 25, 30, 35, ты становишься отцом, потом дедушкой. Это очень-очень разные эпохи бывают. Хорошо. Я сейчас переведу, но у меня все равно будет, я буду настаивать. Вот вспомните, когда вам было 5-6 лет, если это возможно. Кем бы вы хотели быть в то время? Вот если не брать виланчете, тогда вы только начинали. Наверняка. Я лично хотела быть парикмахером в 6 лет. Вы видите, не сужено было. Вот. Я сейчас переведу, а вы подумайте, все-таки вспомните. Это интересно очень. Нашим звук, DDD Дмитрий, коммента, что, в В 1868 году, когда он был apenas 6 лет, в той же время, 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 в которой нанялся нашим Витамом. Всего из вашей семьи были музыки, и, конечно, в зависимости от того, как и быть музыка, в какой-то момент, но, как и любой музыка, как и любой человек, иногда, каждые 2-3 часа, ты хочешь оставаться музыкой по X причинам. И, depending на эти времена, в 15 лет, ты хочешь одну вещь, а в 20 лет, когда ты превратишься в папа, ты хочешь одну вещь, когда ты превратишься в папа, ты хочешь другую вещь. Также, как и Дмитрий говорит, что обычно музыки говорят о денег, и банки говорят больше о музыке, кто хочет быть музыкой. То есть, здесь, действительно, все зависит от времени, и всегда, ну, всегда, 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 не есть что-то стабильное. Но, в той же момент, я insisto, что мне нравится, и я хочу, чтобы Дмитрий, не помни, не помни, не помни, не помни, не помни, когда он был 5-6 лет, и, чтобы увидеть, что он хотел делать в этой эфире, потому что, precisamente, я хотел делать... как это называется? А, ну, как это называется? Вы знаете, вот в этот момент, если я начинаю вспоминать, от вашего вопроса, конечно, так я особо не помню. Естественно, как все пацаны, для меня были боги, Пеле, Яшин, хоккеист, Мальцев, Харламов, физное фигурное катание. То есть, спорт был важнее всего, конечно. Но я помню, когда мне было 5 лет, мама взяла коромысла и сделала вид, что это велончель, и начала петь концерт с инсансией. Я говорю, ну, ты, если хочешь, ладно, хорошо, велончель, велончель, какая разница. Вот потом... Но до этого, я думаю, что когда мне было года 3, я познакомился с Ростроповичем, я помню, в консерватории, и меня мама с ним познакомила. Она говорит, срочно-срочно начинаю играть. Ну, в общем, это да, так это как бы... Вам было 3 года? 3 года, да. Но я начал играть в 6. Я начал играть в 6. Веселосимый. Да, ну, конечно, что играть, водить смычками по пустым струнам, наверное, да. Ну, всего-то она началась. Да, 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 такой, ну, довольно-таки, да, но путь еще, знаете, как бы, путь продолжается, я думаю, только начинается, да, хотя мне на будущий год будет 60 лет уже. Вчера было 16, а на будущий год уже 60. Поэтому, да, путь, мне кажется, еще только начинается, и очень много интересного впереди. Да, я тоже, я тоже. Я буду очень, верно. Дианин, мне, invitados, que, bueno, como, ahora hablando sobre nuestros sueños de infancia, ¿no?, él era un fanático de fútbol, le encantaba Pelé, le encantaba... А, ясен, muchos futbolistas, entonces, claro, el típico niño, ¿no?, el jugar fútbol. Pero, ¿se acuerdan muy bien como su mamá le trajo un balancín и på что говорят, мы хотели поцепить сензанс. Сензанс, да? Сензанс. И Дмитрий сказал, если он хочет обочい, он не uploads. Дмитрий получил возможность de conocer a Rastrapovich cuando tenía apenas 3 añitos y su mamá lo llevó a escuchar el violón, cómo tocaba a Cisad Rastrapovich y bueno yo considero que tener esos referentes marca mucho, marca mucho la verdad y bueno, con 6 añitos ya empezó sus primeros pasos en la carrera musical y miren a dónde ha llegado nuestro invitado hoy acuérdense de escribir de dónde nos estáis escribiendo muy interesante, вот вам уже первые сообщения вы прекрасно читаете по-испански вот, это Кубинец, это как раз мой помощник, он пишет из Гвинеи, вот реально Гвинеи слушает также нам пишет Мария Рамос из Анголы тоже, что она нас слушает также нам пишет это Майя это музыковед очень хороший специалист она живет в Валентии кстати gracias 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 chicos por estar escuchándonos bueno seguimos con las preguntas acuérdense que podéis hacer preguntas en directo Дмитрий, мне бы хотел сейчас затронуть, ну может быть не очень глубоко, но все-таки такой вот момент в 77 году у вас полностью меняется жизнь у вас, у вашей матери, да вы уезжаете из СССР что послужило поводом принятия такого сложного решения, потому что в то время насколько я знаю практически то, что уезжаете из Советского Союза, оно приравнилось как предательство на руках а у других я не могу о ваших воспоминаниях именно это в упомнике от той эпохи Ahora vamos a hablar sobre un tema bastante profundo и igual no muy digamos placentero para algunas personas pero en el año 77 marcó la vida de Дмитрий y también de su madre ya que ellos salieron juntos de la Unión Soviética ¿Cuál fue el motivo de tal decisión? Una decisión muy importante muy difícil porque en aquella época la inmigración era considerada como una traición incluso por los soviéticos entonces si es posible que nos cuente sus propios recuerdos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? No sé полную historia pero Golda Meyer se ha logrado que como los evreos se haganían 7000 años entonces entonces de Egipcia entonces entonces se hagan que oficial inmigración y que los familias se 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 unir entre y y y y y y y y было начало, я думаю, что уже в 60-е годы, в конце 60-х годов это начало как бы официально из Советского Союза. Евреи могли соединиться со своим родственниками в Израиле. У моей бабушки сестра жила в Израиле, в Палестине с 22 года, и они, к сожалению, никогда не могли общаться. И так как моя семья, моя мама и мой отец объездили весь мир из Советского Союза, я думаю, что не потому, что гнались, ну просто гнались, как бы, не гнались, а хотели, может быть, больше свободы. Я не понимал, я же не понимал в 5 лет, в 6 лет или там в 10 лет, почему кого-то не пускают куда-то. Вот, поэтому, так как история, мамина сестра получила вызов и в 74-м году, может быть, или в 73-м году, и в этот момент мама все потеряла. Уже не было выхода, как бы, то есть мы не в 77-м году уехали, а как бы уже уехали, нас не выпускали. Это было очень, очень трудное время, поэтому можно говорить месяцами, можно писать книги, как это было. Но, как чуть-чуть, как страшный сон. Но в 77-м году, когда мы уже наконец-то выехали, то мы готовы были, я думаю, что спать на лавочке и улыбаться солнцу, если она выходила. Настолько, да? Настолько было сложно это все? Конечно, конечно, да, конечно. Было очень трудно. И я помню мои друзья, некоторые даже со мной не общались в ЦМШ, потому что, ну, боялись, я их не осуждаю, они боялись, потому что родители говорили, что это можно, можно попасть в очень неприятную историю, если будешь общаться с предателем. Но потом это все изменилось в 90-е годы, да, то есть это... Ну да, да, да. И все-все-все, и как бы все начали ездить туда и сюда. Вот, что я могу сказать как бы в двух словах, что было. Но во время, если уж быть профессионально, во время отказа, нашего «Дикого отказа», меня познакомили с потрясающим, выдающимся совершенно волонтеристом Исаком Буравским, которому было уже почти 80 лет, и он был первый волонтерист Большого театра давно, да, был играл в «Квартете Большого театра», и я с ним занимался вот эти вот два года, когда мне было 12-13 лет. Это совершенно незабываемое. Его отношение ко мне я никогда не забуду. Очень сильно. То есть практически вас больше года воздержали, скажем так? Нас держали почти 3-2,5 года. Мы были в отказе, и могли бы сидеть 9 без работы, без всего. У нас был пустой дом, кто-то позвонил маме. Мне угрожали, я сидел в квартире 8 месяцев, не выходя. Да, бедный я. Да, но вы знаете, бывает, я живу между Пиренейскими горами и Тель-Авивом, и в Тель-Авиве, когда я гулял с своей собакой, я встречал приятеля пожилого человека, у которого был из Асвенцем у номер на руке, и он даже об этом не говорил. Позитивный человек с улыбкой. Что он пережил наши переживания. Да, да, да. Поэтому это все сравнение. Да, все сравнение. Да. Да, да. Да. Да, да. Дмитрий 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 профессор, он violонцеллист, который уже был более 80 лет, который был единственный, который продолжал работать с Дмитрий, и благодаря ему Дмитрий получил возможность, у него хорошая база, хорошая формация. Его зовут Исаак Буравский, и он не был никакого страха, но не был страха, но не был страха, и продолжал дать участие, к чему-то, к чему-то Дмитрий, siendo у него, он сейчас, она кажется surrealistым, но креан-м, ребята, так была ситуация. И, ну, как говорит Дмитрий, в Исраиле, когда он встретил, когда он встретил с человеком, который был и у него, даже его номер, в центре концентрация, и он не был笑, и не хотел говорить о немногие наши recuerды, и что его в семье Яблоновский, comparado con lo que vio ese señor, realmente no es nada, eso se olvida y sigue adelante pues eso es ser una gran persona un gran ser humano y eso es lo que tenemos aquí delante de nosotros, Dmitry y Яблоновский bueno, y seguimos con nuestras entrevistas, acuérdense que podéis hacer preguntas, ya sé que es muy interesante lo que estamos contando, pero igual ustedes poquito a poco van teniendo su preguntita вопрос, следующий, очень часто в артистических семьях, особенно в династиях выделяют самого главного успешного артиста, а потом все сразу становятся женой, мужем того-то сыном или дочкой того-то внучкой того-то и так далее в вашем конкретном случае на самом деле я преклоняюсь пред вами, потому что вам удалось отделиться к какой-то степени от имени вашей мамы и даже вашего отца то есть вы создали свое собственное имя свой собственный артистический бренд ну если говорить современность на современных терминах было ли сложно быть сыном двух великих и влиятельных фигур двадцатого и двадцатого первого века все-таки ваша мама пианист и педагога Ксана Яблонская ваш отец габаист Альберт Зайонс все-таки две такие мощные фигуры и вы их сын как вы смогли все-таки найти себя и показать себя совершенно в своем собственном ракурсе а менеджу в ракурсе будет расчета в называемой династями артистов, всегда отличается от артиста важного и exitожного. В то же время, остальные уже как-то сочетались с этой фигурой, как с мужем, с демоком, с демоком, с демоком, с демоком, с демоком, с демоком. В случае Дмитрий, он смогли улучшить в определенных апеллодиях свой свой номер, свой 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 и свой 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 свой. Это очень particular, говоря о том, в современных языках, в том числе, это было сложно Это очень сложно быть identificанным, в принципе, как ребенок из двух крупных фигурных фигурок в 2000-2021, с его мамой, главный пианист и педагога Оксана Яблонская, и с папой, фантастический обоист, Albert Зайанец. Зайанец, попробуй. Могут говорить, это больше их проблема, не моя. Не могу сказать, что как-то кто-то хотел отделиться или не отделиться. Тысячи концертов, которые были с моей мамой, и записи, и как дирижера, и как велончелист, для меня никаких не было проблем. Кто-то может сказать, а тебе нужно играть с этим, а тебе нужно играть с этим, а тебе нужно играть с тем. Понимаете, люди сейчас не могут на месте сидеть, а они должны сыграть со всеми пианистами, со всеми скрипачами, со всеми дирижерами, потому что иначе они не будут как бы на карте мира. Гениальную вещь сказал Фишер Тескао. Он сказал, что даже если у нас есть 364 концерта в году, один концерт мы себя чувствуем безработными. То есть один день мы себя чувствуем безработными. Поэтому он, может быть, прав. То есть если вы играете 10-20 концертов в год, проблема другая, если вы только живете от музыки. То есть как платить счета, может быть, с этого. Да, может быть, да. Да. Но у каждого разные поводы для так называемой карьеры. Для меня это все чуть-чуть не то, что смешно. Но в Советском Союзе, могу сказать, позитивная, потрясающая вещь, что были совершенно незабываемыми музыкантами, которые я сейчас понимаю, кто. Да, когда вы идете в консерватории, вы открываете зал, там сидит Ростропович, и вокруг него 20 учеников. Леонид Коган идет в туалет, Леонид Коган. Или Тройно Бетховена с Риктором, Острохом, Ростроповичем. Тогда я, конечно, ничего не понимал, но этот, этот, или композиторы, которые приходили в Цемша, на Хачатурян, Кабалевский и так далее, и тому подобное. Это совершенно невероятная, невероятная честь. И ваша жизнь наполняется намного глубже, когда вы имеете шанс познакомиться с такими людьми. И через маму, конечно, я познакомился с ферическими, потрясающими не только музыкантами, но и личностями, как Геннадий Рождественский, например. Который, Царство Монебесное, входящий энциклопедии, который знал не только картины Гоя Веласкеса и Мурио, и их учеников, и их учителей. И все это наполняет жизнь, конечно. Ну, это так, знаете, то, что вы сейчас говорите, да, вот, это только показывает, насколько, насколько вы уже созревший, вы личность. Поэтому, конечно же, у вас не было вот этих, потому что иногда вот смотришь на сегодняшний момент вот многие современные музыканты, которые на самом деле стараются сделать себе имя за счет имени какого-то из своих родственников. Вот, поэтому, на самом деле, вы, может, потому что вы с самого начала были личностью уже. Поэтому вам не нужно было этого ничего, как вы говорите, метр девяносто один, но когда были маленькие, вы тоже, наверное, уже были личностью. Я вам скажу честно, что для многих людей, значит, выходить на сцену, чтобы слушать аплодисменты, которые кончаются очень быстро, и вы идете без аплодисментов сами домой или в холодный отель, я думаю, что для меня нет, потому что я такой ангел, да, мы все не ангелы, мы все люди, что когда, вот у меня три собаки, и когда они счастливы меня видеть, и у них хвост, для меня это намного важнее, которые публика, которые аплодируют, намного важнее, честно говоря. Это здорово. Ну, так вот. что мы говорим, что у нас есть с его родителями, он никогда не чувствовал ни в любом смысле, ни в любом смысле. В то же время, он работает с мамой, он играет с мамой, он играет с мамой, он связан с музыканами, и, в то же время, благодаря тому, что его родители были музыканы, Дмитрий Ивлоновский могла бы найти много людей из 20-х. Конечно, когда он был маленький, он не видел его в таком случае, но он мог бы найти Миссислав Растрапович, Кобалевский, Арам Хачатурян, только мы, мы уже говорим о музыканском Олимпе. Дмитрий, в то же время, он, в то же время, он всегда был благодарен, он благодарен своим родителям, потому что они всегда были там, они поддерживали, и в то же время на нужный момент, он не имеет нужного нужного именема. В то же время, он говорит, что есть музыканские, которые нужны tocar con él, con un montón de pianistas o con un montón de violinistas e instrumentistas para sentirse en la cima, pero todo se trata de la personalidad de uno y si tienes muchos conciertos puedes tener 300 y pico casi todos los días conciertos y un día que no tengas conciertos te crees casi casi que no tienes trabajo, ¿no? Entonces todo está por dentro y cómo lo percibes, entonces yo como bueno, desde mi punto de vista considero que Dmitry Blonsky desde pequeño ya tenía su propia personalidad y es por esa razón que él creció teniendo su personalidad y sus ideas sin necesidad de evocarse a algo más entonces, bueno es un tema bastante fino porque hoy en día y más que nada dentro del mundo musical, no solamente clásico hay muchos jóvenes músicos que están intentando hacerse en nombre gracias al nombre de sus madres, padres, abuelos tíos, bueno es una moda también hoy en día pero nuestro invitado realmente no necesitaba para nada dice que hay músicos que se ponen tristes porque según no le han aplaudido suficiente en el escenario y para él la felicidad grande llega a casa y que los perros los reciban con las colas así y yo le estoy feliz con eso entonces todo depende de la necesidad y de lo que hace realmente a una persona feliz bueno espero que le estén gustando estos temas porque vamos a seguir con cosas mucho más interesantes relacionadas con la vida profesional de nuestro invitado un poco filosófico ¿qué opinas de tu punto de vista? ¿qué rol tiene la música en la vida de la humanidad? desde tu punto de vista ¿qué papel cree que juega la música en la vida del ser humano? ¿qué opinas de tu punto de vista? ¿qué opinas de tu punto de vista? банально как бы вот журналисты говорят о журналистике доктора говорят о медицине адвокаты говорят о праве поэтому это очень очень сложно очень сложно мне кажется говорить вот именно говорить о музыке конечно этот целый мир для нас но не надо забывать что есть какой-то баланс очень много очень много музыкантов мы что же люди да мне кажется невозможно все время то есть можно стараться играть хорошо и дирижировать мне кажется это невозможно невозможно у вас получается не потому что я скромный но я вообще не могу чувствовать во время во время игры что-то что будет я сыграл очень глубоко для себя но когда я не держу виланча в руках или не во время во время концерта я я не могу сказать то есть я сижу в публике то я публика я не музыкант понятная то есть эти как бы знаете крыслер сказал потрясающие вещи он говорит я познаете вы величайший скрипач вы самый лучший скрипач мир не знаю какой скрипач но критики а самый лучший да поэтому поэтому очень очень сложный вопрос не за скромности да но принципе музыканты должны чуть-чуть опуститься надо на землю и я думаю что даже кто играет 150 концертов в год может быть один или два такой сказать вот я вот этим горжусь вот этого действительно было а так вы знаете очень трудно вот я сейчас вижу до выхода на сцену люди делают видео сейчас я выхожу играть второй концерт прокофьева сейчас это будет потрясающе все я честно говоря это не очень понимаю они должны себя это делать как бы да но перед выходом на сцену когда ты когда ты играешь ты должен звонить маме и кричать на нее зачем ты меня родила они они делают видео свое и выходить на сцену не за скромность это человеческое нормальное нормальное состояние ты не знаешь как будет это концерт через пять минут и не можешь отдавать соус от момента не можешь что я так считаю я так что admitите коммента que bueno la cuestión de si lo que es lo que hace la música para la sociedad para la humanidad tengo bueno primero que la música es parte de nuestra humanidad pero hablar de la música tienen que hablar los poetas tienen que hablar los escritores los músicos tenemos que hacer música para admitir es un concierto donde él no ha hecho llorar a alguien donde él nos ha hecho que la piel se le ponga de gallina o donde él no ha sentido que realmente ha pasado algo considera que entonces no lo ha hecho lo suficientemente bien como decía creesle bueno si le decían que él es tremendo violinista que es de los mejores mejores de mira no sé qué tal violinista soy pero crítico soy el más duro y en ese aspecto dmitry coincide con él si dmitry también es una es un músico que sabe sabe escucharse sabe criticarse pero no puede ponerse en lugar del público es imposible porque cuando estás en el escenario tú estás viviendo en el escenario él no entiende muchos músicos que salen a tocar alguna obra como un concierto de prakofi o algo y minutos antes está haciendo selfie diciendo ahora voy a salir al escenario lo que vais a hacer vais a escuchar es algo fenomenal sé cómo sabe lo que vas lo que va a pasar en el público porque realmente tú antes de entrar al escenario no puedes saber igual se te cae el techo no sabes realmente entonces desde el punto de vista admitir es un poco hipócrita hacer eso hay músicos que tienen 150 conciertos al año pero no se pregunta uno por lo menos uno hay ha sido un concierto el cual sea inolvidable donde él ha entregado toda su alma al público entonces son cosas bueno nuestro invitado dice que hablar de un músico hablar de la música es como un doctor hablar de la medicina o un científico hablar de la ciencia se no puede un músico hablar de la música tiene que hablar personas que escuchan tienen que hablar ellos y entonces a través de ellos entonces podemos entender qué es lo que les llega a través de la música esto es buenísimo jesil por favor toma nota todo lo que está diciendo nuestro invitado porque sólo vamos a publicar en algún momento de nuestras vidas да да мы готовим хотим приготовить выпуск такой брошюры самых незабываемых фраз наших артистов потому что на самом деле это интересно артисты вообще музыканты вообще полностью вообще артисты на мой взгляд они на сегодняшний момент это именно те кто дают как бы пример всему социуму как даже в любых самых тяжелых потому что жизнь артистов всегда тяжелее чем кого-либо всегда мне так кажется ну зависимости конечно но жизнь артист она не легкая а вот и все равно артист она идет вперед он никогда не останавливается а вот и у меня вот в эфире очень многие люди они заряжаются энергии наших артистов потому и поэтому это очень очень даже слушать не только музыканты но сейчас вы узнаете кто нас слушает это интересно она слушает одна девочка из мексики и пятнадцать лет она не пропускает ни одну передачу вот она учится на фортепиано дивная девочка не пропускает ни одну передачу карла muchísimas gracias por estar otra vez aquí con nosotros y me da muchísimo gusto que nuestra oyente carla de apenas 15 añitos está siempre escuchando nuestros programas para ella ella comenta que los programas es como hacer una clase historia la música porque aprende muchísimo a través de nuestros invitados y eso es un ejemplo también a seguir tenemos una pregunta de excel вот вопрос вопрос что значило для вас быть учеником логина монро и давида суэра что они оставили вам именно вот в вашем вашем становлении что они дали вам знаете все можно запомнить всех виланчелистов да я не говорю дирижеров или других музыкантов о которой я учился ну во первых москва потом был лон монро дэвид 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 суэр был альдо пересот камерным был миша шнайдер который был виланчелист батапельского квартета как это я поехал мальборо в 16 лет это был незабываемый совершенно опыт другие виланчелисты как андрея навара мария жандрон все они что я играл один раз минухину незабываемый совершенно незабываемый совершенно у меня был еще педагог по камерной музыке такой шимон голбер который был скрипач в вильском университете он был концертмистером берлинской филармонии в 16 лет с фортвенглером и он играл струнные трио с хендамидом и с фаерманом вот я только сейчас на 30 лет спустя может быть 40 лет спустя я понимаю понимаю что это были за люди и что они что они давали их все как бы их я на если можно так сказать это было совершенно уникально норман робл выдающийся виланчелист он был первый в филадельфии ученик пятигорского очень много я рассказывал о пятигорском который я к сожалению никогда не познакомился это мой куми один из моих кумиров дэвид свой был потрясающий виланчелист квартете гварнери это тоже величайшая культура и от каждого можно какие-то были очень многие несогласия потому что я был довольно таки наглый парень и были несогласия когда один из моих педагогов сказал мне что вот брошюра конкурса первая премия твоя не попросили привести первую премию первая премия твоя какая-то безумная была первая премия 50 тысяч долларов я сказал что принципе не для этого меня мама вывезла и советского союза чтобы я знал кто будет получать первую премию я отказался дурак ты дурак почему-то отказался как много как много религии говорят что гордость это это грех и иногда мы платим за вот такую упрямство мы платим диким терпением который у меня нет но я научился терпеть вот некоторых некоторых первых словах я могу ответить ну расскажу можно по мне нужно поменьше Дмитрий Бланский, который в его жизни, durante всю свою формацию, он знал огромные музыки, огромные violончалисты, режиссеры оркестра. Он был как профессор в музыке, он был огромным музыкой с именем Снайдер. Он тоже слушал Наварро, он тоже работал с violинами Голдберг, который был музыкой в Картете Гуарнери. То есть, каждый музыка который прошел через свою жизнь, каждый профессор который дал ему несколько conseхов, но даже просто поговорить с такими высокими уровнями, потому что они музыки, они артисты, которые были у нас в качестве добавления. То есть, aprendли все, не только в плане музыки, а также в жизни, aprendли, много параметра выясняешься из своих этих вопросов. И 30, 40 лет после, когда вы оцените, и ты понимаешь, ну, я знаю, 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 держа на границу. Важно, это дело, но это дело. Но Дмитрий говорит, что в определенном моменте он попросил участвовать в конкурсе. Они сказали, что ты уже получаешь первый премьер. И первый премьер был огромный, почти 50.000 долларов. И Дмитрий был свой характер. И он продолжал его. И он сказал, что не для этого моя мама пришла из Университета, потому что они сказали, что я буду если он был Besides, он был был, он был ягод, он превратил над trademark Pode не ему сказать, что он был один, и он был он был один, и что он был один, и что он был His際This каждому парень, как Лонман Рогов, такой великолепный великолепный педагог, а Лонман Рогов, который ominет Петчигорский, который рассказывает muchas historias о Петчигорский, который был великолепный, экстремент, который говорит, что бедный регион, Мусик impresionante. Todos ellos han hecho que hoy en día Дмитрий es como es. Y es el músico del gran nivel que nos está mostrando. Мясо, я хочу добавить одну вещь. Например, урок с Давидом Сойером. У него в квартире в Манхэттене, в Нью-Йорке. И у него было Гварнери в своей велончель. Но также у него была, ему дали играть на Гофриллере Павло Казальца. Как мы говорим в Каталонии Пао Казальца. И только что быть на этом уроке, что вот этот велончель Казальца лежит рядом с тобой, на которой Казальц проиграл всю жизнь. И все позитивные вещи Сойера, даже все его фрустрации, что он, может быть, меньше играл, был солистом, больше квартетистом, это тоже дали, в конце концов, очень позитивный, очень позитивный как бы фидбэк, да. Уже, но это все, и как бы, и учит, что-то, 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 когда он был в школе, с Давид Сойер, что, что-то, он дала классы в его комнате, в мазахтан. И, что-то, его профессор, он был уоронежный, Но, apartе, у него у него есть инструменты Пау Казальз. Смотрите, только представьте его в голове. У него есть инструменты, как Пау Казальз, там же. То есть, уже, в том числе, чтобы не только работать и работать с музыкой, который может быть не был очень известным, но и был огромный музыка, камеристик, очень высокий уровень, и иметь возможность слушать, видеть esos инструменты, с которыми jobb el profesor работал, что, мы уже говорим LG estamos hablando de otras dimensiones, а un músico eso lo lleva a otras dimensiones, a otras sensaciones, y eso no tiene ningún precio. Ahí está. Прекрасно. Пошли дальше. Потому что пока тут еще вопросы доходят, но я буду со своими, потому что мне очень интересно такой вопрос. Вы, помимо того, что вы музыкант, потому что широкопрофильный музыкант, вы научились, вы дирижер, но еще очень интересный факт. Вы организатор огромного количества музыкальных мероприятий, фестивалей. Но у меня вот такой вопрос. В вашем списке, насколько я вот так вот проглядела, я не увидела ни одного конкурса. То есть я не увидела, что вы устраиваете конкурсы. В этом есть какая-то определенная причина или интересно, как вы относитесь именно к конкурсам, музыкальным конкурсам? Вы знаете, да, я прошу прощения. А, мне еще что. Виланчеристы обычно лезут везде. Скрипачи чуть меньше, пианисты тоже меньше, у них больше нот, чем у нас. Виланчеристы лезут, начинают обычно дирижировать или что-то они организуют. Понимаете, все я, то, что делал и делаю, это с артистическим наклоном, чтобы, я думаю, что в конце концов иметь шанс играть на валанчеле, что я хочу, я думаю. Но, не философский вопрос, это еще нужно подумать, лет пять. Конкурсы, да, я художественный руководитель, вот фонд поддержки культуры из Мальты устраивает потрясающие, совершенно конкурсы. И в Израиле уже были конкурсы и фортепианы, и саксофон с кларнетом, где я компонировал. И сейчас, к сожалению, из пандемии мы переехали в Дюбай, но будет потрясающий виланчельный конкурс, скрипичный конкурс и фортепианное трио в мае. Нет, я не против, когда был молодой, я был против конкурсов, потому что никогда не был готов, в принципе, чтобы играть. И все время, как бы, просто отталкивался от конкурса, потому что всегда кто-то толкал своих, может быть, учеников, и все. На самом деле, если ты подготавливаешься к конкурсам и ты удачно сыграл, ты уже победил для себя. Даже из тебя выгоняют из первого тура, это все-таки не важно. Но нужно быть очень, иметь очень толстую кожу, нужно быть очень сильным человеком, кем, я думаю, мы не являемся. Мы очень ранимые, и нужно быть очень холодным, чтобы, знаете, как с гуся вода, чтобы она сходилась, чтобы не заходить в дикую депрессию, которая бывает, в принципе, у всех. Я могу держаться, улыбаться, позитивно, и все-все-все, но у меня есть свои тараканы, как у всех. Конечно, конечно. Вот, поэтому это очень сложный вопрос. Человек должен быть сильный, что действительно музыканты не являются, и очень-очень многие потрясающие музыканты бросают это дело, потому что просто не могут выдержать. А иногда вот холодные, расчетливые, не совсем талантливые люди идут очень далеко. Идут вперед. Да, идут вперед. Потому что, на самом деле, с тем, что вы говорите, оно не сочетается. Вот музыкант с тонкой натурой, на самом деле, конкурс для него это дикость получается. Да, но с другой стороны, вы можете играть у себя дома для своих собак или для своих близких. Кто вас услышит, да? То есть, есть шанс, что кто-то услышит. Вот. Но, знаете, мы говорили, сколько человеку нужно, 365 концертов в год или один? Да, да, да. Ну, я скажу сейчас что-то очень-очень личное. Но я помню некоторые концерты, когда, например, я играю на велончели Брух Калнидре в Лондоне строил филармонию без билижора. За вами сидят 80 человек, играет как струнный квартет. И во время игры я подумал, мог бы ли я быть дворником 40 лет, чтобы один раз так почувствовать? И я себе сказал, да, это стоит. Это стоит того, чтобы... Именно во время игры именно Калнидре? Чтобы один раз в жизни почувствовать что вы просто сидите на облаке и вы получаете такое невероятное удовольствие. Но мы люди жадные, понимаете, мы хотим это каждый день получать. В этом не проблема, да? То есть мы очень-очень-очень жадные. Дмитрий, gosh, если Калнидр participa, colabora con diferentes concursos, por ejemplo, el de Malta, hay unos concursos muy fuertes en Israel y ahora, por ejemplo, hay concursos que ahora mismo se han parado por el COVID, pero que se van a reanudar. Hace poco pasó un concurso, bueno, todo un festival de violonchelos en Dubai y sí, la cuestión del concurso es positiva, pero, claro, también hay que ver las cosas de diferentes perspectivas, por ejemplo, Dmitri siempre se, como que no huía, pero se negaba a participar en el concurso y no era porque no podía, sino que él no se sentía preparado para ir a un concurso y por eso como que no lo tomaba muy en serio, pero realmente cuando una persona cuando va a un concurso tiene que tener un carácter muy fuerte, tiene que tener la piel muy gruesa porque los músicos somos sensibles, entonces, aunque estén sorriendo y parece que está todo bien, pero realmente por dentro nos estamos comiendo a veces y cada uno tiene sus cucarachas y todos los músicos, al ser sensible, porque eres artista, pues te afecta, te afecta la crítica, te afecta el hecho que no ha pasado o está muy bien cuando ganas, te sientes muy por arriba, pero los concursos es un tema delicado porque y sí necesitan, pero también para tocar un concurso tú tienes que tener una cualidad psicológica para participar porque no es tan fácil tampoco puedes ser un músico para tocar nada más para tus perros y tus vecinos y se acabó, tienes que tocar al público sobre todo para perder sobre todo para perder y es importante perder y saber seguir adelante entonces sí, los concursos tienen digamos dos caras ¿no? pero se necesitan definitivamente se necesitan porque es una manera también de darse a conocer y bueno ese es el tema de concurso pero hay un tema que me llama mucho la curiosidad y ahora voy a saber que hay una tema que me apoya mucho me apoya que me apoya que me apoya que en el día no, antes de ese tema es un tema ¿qué piensas de tu punto de vista en la música existe un concepto de nacionalidad? desde su punto de vista como se piensa la música tiene nacionalidad yo puedo decir sobre mi vida como se emigraron 7-8 veces en mi vida me apoya me apoya la sensación de nacionalidad ¿no? si me apoya en Japón o en Kino o en Kino no me apoya me apoya me apoya me apoya me apoya me apoya Я это не сказал. Москва моя родина. При всех бывших проблемах эмиграции и все такое, я не могу сказать, что я ненавижу Москву. Это как сказать, что я ненавижу свою маму. Это невозможно. И начинается, если кто-то хочет поехать туда, кто-то не может поехать туда. Я обожаю Азербайджан. Я там провел 11 лет. Сделал потрясающий фестиваль с моим другом Фархатом Бадальбели. Вдруг меня пригласили в Вириван. Я говорю нет, что я не поеду, потому что я не азербайджанец, я поехал в Вириван. Начинаются проблемы, потому что это ты или какой-то сказал, кто-то взял интервью, понимаете, и перекорежил все, и вы становитесь все. Поэтому я скажу, что я улыбаюсь, если люди... Потому что я вспоминаю свое детство, как мои друзья со мной не разговаривали, когда мне было 10-11 лет. Это все смешно. Это все смешно на уровне национализма, на уровне как бы это все. Вот единственное, что я могу сказать. То есть как бы национальности нет. Кто-то сказал недавно, что нет границ. Границ. Нет границ. Они есть, нам их создают. Вот, искусственно, да. Ну, я такой упрямый баран, да, из Советского Союза, да, что я поеду, то есть если человек едет в Иран, и у меня израильский паспорт, да, и что это... Я с ним больше не буду разговаривать, потому что... А уже о Германии говорить нечего, да. Мне 50 человек из моих семей закопали живьем в Таганроге, да, со стороны отца. Вы понимаете, это абсурд полный, действительно, абсурд, и мы должны быть выше всего этого, и как это сделать, я, в принципе, не знаю. Вот люди в своем, как бы, вот этом закрытом, как бы, вот, хотя они так не думают, я уверен, потому что люди есть люди. Люди, которые встречаются... В своем квадрате живут. Да, евреи с немцами, или азербайджанцы с армянами, которые встречаются, не знаю, в Москве или в Лос-Анджелесе, обнимают друг друга и дружат. Как это сделать, как всех мирить, вот пока мы в Израиле не можем тоже это сделать, я не знаю, может быть, вы знаете, чтобы не было вот такое... Ну, кто-то мне сказала, одна женщина, которая была в концлагере, мне сказала, что если ссорятся внутри семьи, так что уже говорить на уровне стран. Стран, да, это точно. Так что, отвечая длинно на ваш вопрос, есть ли границы, для меня нету, но люди создают, то есть очень многие музыканты, очень много моих друзей, говорят, вот туда я не поеду, потому что это, туда я не поеду, потому что это. Ну, хорошо, ну, хорошо, сиди, 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 не езжай. И сиди там. Да, да, да. Я с вами полностью согласна, потому что я такой же человек, как и вы, который мотается с одной стороны в другую, и мне тоже это дико, я не могу этого понять. А во мне тоже огромное количество смесей, начиная с еврейской, заканчивая татарской. И я не пыня микро,esta, но не эта дика. Вот, поэтому я очень хорошо, я сэмpenг, испонг из Сэз Fle merge. Con respecto to the question I've made, is if music has nationality, если вида, на Productionкириллedy, но его не имеет nationality, но его имп sopr years the people, и, различные люди о том, чтоja с высокой coneей. Потому что, например, Дмитрий сказал, что он был 11 лет организацией в Азербайджане, который был преследователь, который ты хочешь. Но, неправильно, политически, у них проблемы с Армении. И когда он пригласил работать в Армении, он увидел, скажем, между двух сторон. Я говорю, ну, я хочу идти, я хочу идти, потому что, для меня, мне они приглашают музыку. endрируйте, я хочу идти, потому что я могу понять, что все это делать. И, я хочу знать, что мы должны быть измехать. Для этого они спрашивают, насколько я не знаю, что люди. Думаю, я не говорю, что люди, потому что, потому что политика, так что, это неудачно, но люди. Но политика всё уходит и в музыке, а у вас есть возможность, а у нас есть действительно действительно. что все постсоветские страны да моя историческая родина армения азербайджан украина латвия литва и эстония это моя родина я виноват разделились и начали драться с друг другом и все то есть я и туда и туда все говорят все говорят по русски и там и там другие лучше вы понимаете как это абсурд абсурд сурели вилме и дмитрий бонский тенн у на оркестра пресиоса ги сама ловит осозде киев que son unos jóvenes realmente buenísimo lo puedes escuchar youtube tiene muchas grabaciones de obras precios y simon mente interpretadas imagínense ahora él por el trabajar en kiev de pronto en rusia es como si fuera el enemigo de rusia pero de hecho en una entrevista en en holanda le pidieron que él públicamente dijese que él está en que él odia a bashmied que él odia a spivakos y le dice él al reportero a ver a ver a ver que de qué estás hablando no me estás poniendo las palabras que yo no voy a decir esta gente yo trabajo con ellos nos conocemos de añísimos cuando todavía rusia no existía era unión soviética y todos trabajamos juntos y eso no cambiado en las orquestas sinfónicas están armenios y arzirbayo nos tocando hay judíos y alemanes tocando y nadie se está matando ahí porque entonces la música une porque no queréis digamos separar entonces todo es provocado y esas provocaciones afectan no solamente al mundo artístico que afecta mucho a la sociedad ahora cómo curar el el mundo de esa estupidez porque es una estupidez absurda no hay fronteras las fronteras no las ponen quién sabe quién y nosotros tenemos que ir como aceptarlas por cuál razón porque como dmitri y como yo tenemos una cantidad de mezclas como dice se hablar de digamos de raíces que en raíces rusa ucraniana letonia estonia claro y yo desde 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 judía hasta tártara no puedo separar eso en mis genes entonces tampoco yo voy a escoger quien me gusta es absurdo y todas las personas estamos mezclados hay tantas mezclas entonces y lo mismo pasa en la música es que eso es lo mismo pasa en la música todos los compositores escribieron música después de viajar a algún sitio entonces no hay fronteras como tales y bueno pero hay algo interesante porque a dmitri él ha emigrado ocho veces entonces él tampoco tiene ese arraigo algo que se siente bien en cualquier sitio pero lo más curioso que a donde va dmitri él deja un legado musical o el guarniza festival o recitales o cosas entonces ahora vamos a ir por países y es interesante пока ваша конусорур на листа мне интересно потому что на самом деле вы очень много организовали всяких вот мероприятий фестивалей конкурс ну всего но самое интересное вот куда вы не поете вы всегда что-то организуете так или так я вот практически да давайте вот я вам буду говорить страну а вы мне скажете что организовали сделан такой вот небольшой музыкальный список давайте начнем ну вот штаты вы приехали штаты что вы оставили штатах ну мы принципе это были 15 назад с мамой организовали замечательный фестиваль камерные около бостона это это как бы недавно потом были фестивали в израиле фестиваль вот в пучерде в испании где где я сейчас нахожусь уже 25 лет наверное камерный фестиваль плюс сюда приезжали ученики со всего мира то есть и мы считали иногда просто из 15-20 стран вот это на границе с францией каталонии но самое интересное помните каждый раз когда вы когда приезжаете я влюбился в это место очень давно это называется сердания между между францией испании два часа барселоны два часа тулуза и мы мы смотрим на каталонскую проблему да то есть каталонскую проблему потом если я как у меня какие-то концерты в сан-себастьяне мудрагон и виктория у нас басов потом у нас в украине к сожалению недавно это очень это это дикий люди погибают и к сожалению не показывают этих матерей которые теряют сыновей которые проклинают все правительство все но они как бы у них нет никакой никакой силы чтобы чтобы это да если если котенок погибает эта трагедия не потому что я такой мирный человек и и мама тереза но это просто это это величайшая трагедия просто величайшая трагедия если кто-то погибает я не знаю за что вот поэтому и я не могу понять почему люди которые вы президенты которые папой тоже у которых есть семья почему они не могут договориться вот эти может быть я наивный человек может быть это не совсем так просто но они у них есть свои дочки свои сыновья почему они не могут договориться чтобы это избежать вот это проблема просто это вопросы к этому не можем вот я сижу на балконе у себя в квартире в в тель-авиве и на меня летят ракеты вот просто на мой балкон до несколько месяцев собачка собачка моя начинает выйти рыдать потому что он чувствует что что-то не то первый раз снял видео думал что это как не то что смешно но вот было 30 причем нет нет ненависти к людям в газе да то есть у них это там просто катастрофа как люди живут почему мы такие все вот богатые да мы не можем это все разрешить оказывается не можем и так как перво я думаю что первообытные люди жили намного более спокойно не хотя бы убивали чтобы кушать не понять вообще непонятно и непонятно что из-за горски каких-то людей из-за вот происходит такие да Да, я знаю, я знаю. Возможно, сейчас живут в Пуцерлана, это район Сердана, это в среду между Франция и Эспания. Но это один город дивный, действительно пресиус, и мы проблемы с Каталуна. Ты уходишь в Казахстан, ты уходишь в Казахстан, ты уходишь в Казахстан, ты уходишь в Казахстан, ты уходишь в Казахстан. Это не уходишь в Казахстан. Дмитрий, который путешествует много, потому что у них есть концерты, они работают на орхестре, и это абсолютно... Это ужасно, это ужасно, потому что уже не учатся в новостях, но уже они живут люди все время. Есть война война, которые не имеют никакого смысла, но они живут молодые, и они родители, которые у них не понимают, и они не понимают, что они привыкли все это. Они не имеют семьи, они не имеют в виду, и они не даются что-то, ПЕДРА, НО ВАЯ ТАНТА ГЕРРО ПОКЕ ЛО УНИКО НО ВИПОТАБА ЕРА КОМЕР ХОЙ ЕНДЯ ТЕМЕМ ОТРО, ХОЙ ОТРОС ТИПОС ДЕЛЕСЕСЕ КО ВАН ТОТАЛМЕНТЕ ДЕСВИНКУЛАДО КО НА РАЛИДА ДЕЛЯ СОЦИЕДА ИГУАЛ, Я И ЕЛЬ СОМО БАСТАНТЕ НАИВО, ИГАЛ НО ЭТО НО ТЕЛАВИВАЛЬНО ВОКЕ РАЛЬМЕНТЕ СТА ПАСАНДО ВОКЕ Saxе ТВЕ개N ВИДЫ МО ДНО ЗА МЫ СОЧ coefficient ДЕЛЯ СОЦИЕДА ВОКЕС МО СИДА ЛЬЦЫИ, ЛЦЫussesson ЗАИЛЬ' ВИДА ВИЖДЪВАЛЬНО ВИДА, ЕГБЕДЖИСЯ И ПРИ Dannみ ОСКАЯТЬ ПАСАНДЕ ВИДА, ХОГОоКТО ДЕЛЯ СКОЛЕТА И ГУetzung ГАЗАСДЦА И НО ВИДАТЬ НО認為 у угрозумен больше ани, когда они таки семон strange как о том, что мы хотим продать постоянно, мы хотим продать, мы хотим продать этот odio, мы хотим его увеличить больше и больше. То есть, это мир мы живем, и, ну, в Пуцердаре, Дмитрий, apartе из того, что у них есть фундамент, они организуют огромные события, где они учатся молодежи из разных стран. В последнее время они учатся музыки из 15 стран. И этот инструмент, которые мы хотим продать сегодня, мы хотим продать сегодня, чтобы мы хотим продать сегодня, что мы живем сегодня. Это музыка. Больше часа болтаем. Ничего себе, как время пробежало. Ну, с вами так интересно. У меня еще столько вопросов. Ну, столько вопросов. Ну, пойдем так. Меня интересует вот такой вопрос. Вот вы говорили о фестивале, что вы тем самым даете возможность играть то, что вы хотите, ни от кого не зависит. Но именно вот Наталья Гудман на одном интервью сказала, что с удовольствием бы вышла за рамки, и без того не самого широкого велончельного репертуара. И сыграла бы, например, симфонию концерт Бриттена. Но выразила сомнение о том, что концертные менеджеры допустят это сочинение в программу. В то же время вы часто исполняете не самые известные произведения на ваших концертах. Как воспринимает публика вот эту новую музыку, современную музыку, неизвестную? И другой вопрос. Как воспринимают менеджеры ваше желание играть не то, что они хотят и продать? Вот такой вопрос. Вы знаете, насчет менеджеров – это отдельное интервью. Это нужно часов 10. Понятно. Тогда давайте только о публике. О публике я думаю, что если человек сам что-то из себя представляет, он может играть кто угодно. Мне, я думаю, что сейчас я смотрю на свою музыкальную активность, и мне невероятно повезло, что я начал дирижировать в 25 лет. И я думаю, что я гениальный дирижер, конечно, просто потрясающе. Купил палочку за 2 евро, и все уже, да. Вот. Через 5 лет я уже начал задумываться, может быть, что-то не то, а может быть, да. И я думаю, что мне взяло лет 10, 15, 20. Я думаю, даже сейчас чуть-чуть, я чуть-чуть начинаю себя чувствовать более комфортабельно, как дирижер. Плюс тот, что в вилончельном репертуаре есть такие концерты, вот я сейчас себя заставляю играть концерт Гайднера мажорный, который труднее, этого ничего нету. Или концерт Шумана, или все Сюита Баха подряд я играю. То есть я счастлив, что я могу, вот я захочу, и вот я буду это играть. Не важно, где, или маленькая церковь, или в большом зале, если будет возможность. Но у меня есть один плюс, что у меня как бы даже три профессии. Я преподаю в Троевицком университете, и я являюсь как бы директором международных отношений в Троевицком университете. И, кстати, я начинаю тоже преподавать в Валенсии в новой школе, которая называется ЭСМАР. Да, да, со своей супругой Жанной Гондельман, которая замечательная скрипачка, концерт-министр Руссельмского оркестра. Вот мы оба получили там позиции, и начинаем, я думаю, начнем с будущего сезона. Здорово, это будет очень интересно нашим испанцам послушать об этом. Да, и вот это очень, мне никогда не повезло иметь вилончельный класс. Я думаю, тоже это не так просто, потому что вы должны быть прикованы, не можете уж так быть свободны, разъезжать. Вот, но вот единственное, что я могу сказать, что я недоволен, как я играю концерт Гайдлера мажорный, не как концерт Шумана. Бритм будет на втором месте после Шумана, и на третьем, да. Вот. Вот единственное, что я могу сказать, конечно, легче играть модерновые вещи. Я играл концерт Пентерецкого, когда Пентерецкий дирижил сам с ним, или какие-нибудь... Замечательный, кстати, в Сори я играл, меня пригласил такой хор, Борха, концерт Антона Гарфио Абриль, вилончельный концерт в Сори, замечательный совершенно концерт. Но вот Гайден Шуман и Свита Баха, и арпеджионе Шуберта, или что-то такое, я думаю, что нужно прожить очень много жизней, чтобы сыграть, как я говорю, без швов. Да, вот мы любим на вилончели, я прошу прощения за свой язык, пускать слюни или лозить по грифу наверх-внес, чтобы попасть на ноту 100%. А вот риск ее и на нее не попасть, и потом краснеться, да? Или потому что... Вот это, конечно... Да, потому что эти произведения, они просто прозрачные, там все слышно сразу. Да, да. Бывает модерновое произведение, сейчас у меня буквально две недели тому назад, три недели назад был концерт в Заряде в Москве, где я дирижировал оркестром Федосеева, я начал концерт с концерта Гайднера, мажорного, моего любимого, самого трудного. Потом играл потрясающий совершенно вилончелист, Завье Филлипс, играл концерт Дютью. И он знал каждый вздох, каждую ноту, каждый... Может быть, это и как бы не мое, я с ними издеваюсь на модерновом и композиторе, но он просто так влюблен в этот концерт, помимо того, что он играл наизусть, вообще каждую ноту знал, каждый вход ударника и тромбона, и третьей флейты и так далее, это, конечно, заслуживает уважения. Я не говорю о том, что он до концерта прошел пешком 25 километров, пошел на кладбище к Ростроповичу. Ничего себе! Да, до концерта и после кладбища прям пришел сразу на концерт пешком, 25 километров. Ничего себе! Очень трогательно, это фестиваль моего друга Боря Андрианова, которая потом была мировая премьера с Дмитрием Лориоемом, потрясающий гитарист, совершенно изумительный. Так что есть модерновый, есть как дирижера, да, как дирижер могу быть гибким, гибким репертуаром. Как вилончелист не хочу, не хочу, просто не хочу. Это хорошая позиция. Сейчас, сейчас, вот сейчас не хочу, я себе делаю подарок, мне 60 лет на Бузико, просто не хочу и все. Правильно, просто заслужили. Дмитрий говорит, что, ну, в репертуаре, все зависит от того, как вы interpretаете эти работы. В любом работе, даже наиболее, наиболее, если вы interpretаете, из-за вашего сердца, вы interpretаете с большим пасом и с большим пониманием. Суббомы также дешевле, он так и нибудь, может быть, ну, мы будем оставить, потому что Дмитрий, что нужно – недоступит, недоступно, сейчас, десерт, поскольку мы только поговорим о Treehouse, и сей, но, ну, по-моему, ну, в Essexе – Но есть прекрасные работы. Например, Дмитрий, он играл в концерте для бензинской оркесты, и, в общем, Пендеревский играл, и это была очень интересная работа, и Дмитрий играл все, но есть концерты с которыми он считает, что он считает, что они самые важные работы в его жизни, как в концерте Хайден, в концерте Зуманд. 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 В Толла Суиттей Вах, что ты делаешь во время, и, с каждой эпохой, ты понимаешь, что ты делаешь в этом году не то, что должен быть в этой работе, потому что нужно, чтобы, так сказать, как-то, 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 что-то, как уiate, как уич really, сколько че, как, как уопытachten или как должно быть, так, как у���ları дурarle, были зд nunca está contento como la toca y siempre quiere tocarla de otra manera y siempre está en esa búsqueda entonces como director de orquesta dice que él es más digamos más diplomata él puede aceptar dirigir algunas obras igual que no que pero lo acepta pero como violonchelista no dice que ahora que próximo año cumple 60 ya se ha hecho se ha hecho como un autorregalo que ya no toco nada de lo que yo no quiero tocar porque a mí se me olvidó comentar anteriormente, que Midri comentó que una vez estuvo tocando con Midri de Bruch, y la sensación que tú tienes en la orquesta y que tú sientes por tu cuerpo que pasa toda la energía de esa obra, eso cuesta más, tiene el valor más que 300 y pico conciertos que igual te piden tocar, porque esa sensación, él se preguntó en algún momento tocando, si yo estuviera 40 años trabajando de barrendero y de pronto me dan una oportunidad de tocar esta obra así, ¿lo haría o no? Y él mismo se responde que sí, valdría la pena, porque esa energética que tú sientes cuando tocas unas obras, tú sientes que está en la perfección como tú quieres, esto no tiene precio, es que no tiene ningún tipo de explicación. Hoy en día él aparte tiene, digamos, también tiene una carrera pedagógica, él trabaja en la Academia de Tel Aviv, está como profesor de violonchelo, pero también está en el área de relaciones exteriores, pero a partir del próximo año también él y su mujer, que es una grandísima violinista, van a trabajar en la Escuela de Alto Rendimiento en Valencia, en el SMART, así que los que están españoles escuchando, tengan en cuenta que Dmitri y violonchelista y su esposo violonista van a trabajar ahí de profesora, así que suscríbanse, que eso también está muy bien, no todos los días tienen la oportunidad de trabajar con músicos de esta magnitud, de este nivel tan alto. Y bueno, вопрос, у меня, я быстренько, мне очень, вот-вот должны закончить, но мне очень хочется задать один очень такой вопрос, как раз существенный, он, сейчас, минуточку, минуточку, я хотела, уж, просто у меня их столько этих вопросов. Es que estoy buscando una pregunta, que yo tenía ganas de preguntar, pero parece que... Ah, sí, вот то, что вы мне все сказали, что вы вот в молодости, в 25 лет, вы думали, что вы гениальный режиссер, потом вы себе проанализировали и поняли, что вам надо еще раз, и то есть вот эта frase, вот, скажем так, самая популярная фраза, режиссер, это профессия второй половины жизни, то есть она на самом деле, это на самом деле так, то есть вы согласны с этим высказыванием? Т. 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 Он, в основном, согласен с тем, что он рассказывал назад. Я вообще себя принимаю всерьез. Мне кажется, что есть великие дирижеры, их раз-два, и все. А остальное я вообще себя всерьез не принимаю, и это, в принципе, смешно, что происходит в мире, как политические люди завоевывают какие-то посты, и все молчат, и все. Для меня фигура, может быть, как дирижер-дирижер, фигура, которой я преклоняюсь, это, я думаю, что все-таки Бернстайн, который великий композитор, великие все. От него из волос, из ноздрей, из ногтей выходит эта потрясающая энергия, которую он обожает. Потом люди говорят, у кого-то есть какой-то звук, какой-то звук. Знаете, когда вы слушаете Яшу Хефиц, вы знаете, что это Яша Хефиц. Когда вы слушаете «Симфонию Бетховена», только если вы знаете запись какую-то, вы это говорите, там, это Карлос Клаббер или Фуртвенглер или что-то такое. Если вы не знаете, вы не узнаете, кто стоит за пультом и махает на два, на три. Знаете, как был, я очень много знал людей, которые играли у Тосканини в оркестре, и все его обожали. То есть, когда говорили о нем, просто вставали, да, пожилые люди уже, просто какой он был гениальный и все-все-все-все. Но очень смешно, когда написано Артуру Тосканини большими буквами, меньшими буквами написано Людвиг Ван Петховен, и потом написано тройной концерт. Кто играет тройной концерт, мы не знаем. Тосканини, да, дирижирует, играет и все. После концерта даже не объявляют, кто играл тройной концерт. Но это ужасно. Это ужасно. Это ужасно, да. То есть, вы дирижируете на два, на три, на четыре. А кто играл... И сто играли. Вот для Виланчелли ничего труднее. Я думаю, что даже труднее, чем концерт Гайдена, да, сыграть тройной концерт Бетховена, чтобы... Бетховена, да. Ну, как это, это преступление. Это просто преступление, я считаю. И вообще, знаете, вот как вот наш бизнес, вы говорите о менеджерах, я не буду говорить, потому что я скажу очень неприятные вещи. Но почему музыканты... Почему мы должны дружить с музыкантами только? Вот скажите мне. Почему нельзя от них отдохнуть? Почему нужно ходить на концерты, чтобы подходить за кулисы, стоять, кого-то фальшиво поздравлять или кого-то... Почему я должен тратить... Самое дорогое, что у нас есть, это время. Да, нет цены. Нет цены на вот время. Вот я сейчас сижу дома, и чтобы я встал, пошел на какой-то концерт, чтобы вдруг мне получится какой-то концерт и все. Если какие-то друзья, или я хочу, и все обязательно, обязательно... Вот это, потому что надо, нас это... Я говорю нас, потому что очень многие люди это просто сжирают живьем. Вы знаете, вот я делаю... Масло, вы знаете, да? И... Ой, а масле потом, а масле потом! Да, да, да. И это делает просто... Это делает меня более нормальным человеком. Но это не значит, что я не переживаю, что я буду встать утром, чтобы у меня позвонили, чтобы... Я бы врал, что если бы сказал, что я такой независимый, что у меня все есть, я абсолютно нет. Конечно, нет. Дмитрий. Одна вещь. Вы одеваете свитер на плече, да? Свитер, да? Вы уже дирижер. Все. directed of the orchestra, was a composer, a ideologist, a person with great vision towards music, but at the same time Dmitri conheci many interpreters who played with Toscanini, он также крупенavолевший дилер, и это даже просто гледное, потому что все говорят о том, о том, что точнее то точнее то, Но когда ты видишь анонсирование, то есть Тосканин, такой размер, более маленький, например, Beethoven, и маленький, который был triple концерт. И, в общем, многие события не говорят, кто были из интерпретов. То есть, это обозначение для режиссеров, что многие думают, многие музыки, которые становятся режиссеров, это очень часто, уже сцены. То есть, они считают, что они могут делать что-то, с которым в музыке, не написано. Но, ну, они мелкие, которые связаны с музыкой. И, ну, относительно тех, как в менеджер, к примеру, Дмитрий, он не имеет очень хорошие отношения с менеджерами, потому что он не чувствует, что человек должен делать что-то, потому что он должен делать что-то. Например, у меня есть несколько часов, потому что, там есть это огромные люди и с этим. Почему? Я не хочу уйти. Я пойду к чему-то, когда я хочу слушать к этому музыку и рад jonquこれは. Ребята, чтобы он был испытывал, и любовь вас, чтобы потом festе людей приезжают на здании, потому что, когда это не делает, это не имеет никакой тему-то. Поэтому, конечно, они очень сложные дела, которые получают пробu- Bruйтой. но наш артист имеет очень важный hobby и это, что мне понравилось в конце концов, что мы говорим, что мы говорим, что это олечелло? Я говорю, что это олечелло? Я говорю, что это олечелло? Мой любимый режиссер, когда я написал олечелло, он думал, что это что-то, что-то, что-то. Вот что такое олечелло. Олечелло это оливковое масло производства Дмитрия Яблонского. Олечелло это олечелло, который работает в фабрике Дмитрий Яблонский, который находится в зоне Таррагона. Как вообще вы пришли к этому? Вот честно, для меня это вообще уникально. Я обожаю оливки просто есть такое, ну просто такое не то, что хобби. Я действительно очень люблю оливки, как дерево. Знаете, мы говорим о черноземе в Украине. Мы говорим о какая черная земля, какая она богатая. Растет оливковые деревья на камне, чуть-чуть глины и все. Никто ее не убивает, никто ничего. И вырастают оливки, из которых вы делаете масло, которое совершенно божественный продукт. И это все, что вам нужно для жизни. Вот это мне очень нравится. И, к сожалению, в пандемии как бы это не фабрика, это просто как бы такая такая гранха как бы, да, такая… Фазенда. Да, нет, нет, там просто очень много оливок, 330 оливок 500-летних, около тортоса… Ого, да. Масло, и челленд с басовым ключом. Вот и все, это пока не на продажу, это просто мое хобби, если вы приходите… А я только хотела спросить, а можно где-то купить, приобрести вообще, ну, в индустриальном формате, или только для, собственно… Пока и нет, просто для друзей, я просто дарю его, да. Но может быть, да, уже пенсии… Знаете, я буду заниматься. Насчет оливкового масла я могу говорить… Я могу говорить вечно, намного больше, чем о музыке конечно это да да это очень это очень приятно я очень горжусь тем что принципе я родился в москве я северный человек а здесь это потрясающее масло которые 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 я делаю она на уровне самого лучшего масла в испании поэтому я очень этим горжусь она натуральная без всяких без всяких без всяких химии без всяких всего имеет очень высокую высокое качество очень мало кислоты знаете да вот принципе вот принципе вся история вот вся история вообще уникально когда мне сказали я сначала не поняла как вообще как это может быть музыкант который занимается настолько профессионально именно одно дело какое-то хобби так небольшой но у вас три больше трехсот деревьев оливок в тортозе это 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 довольно таки большое не знаю большая земля это это может быть очень большое производство если конечно но наладится потихонечку дай бог чтобы это было после на самом деле интересно очень это уникально не пишут просто дело в том что я своему помощнику я ему отправила вопрос я спрошу насчет олечено он был уверен что это три или квартира он был уверен что у меня нет это масло он был как масло на гумар вот услышишь вот сейчас он слышит он умерет у тебя не могу это паверите Ну да, ну да. 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 Ну да. Ну да. Ну да, ну да. Спасибо большое. Ну да. 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 Ну да.